С подключением юзернейм. Сегодня мы расскажем об одном из самых загадочных и страшных явлений в человеческой жизни. Почти что каждый проходит через это неприятное испытание в течение долгих лет, до конца не осознавая зачем и скорее всего под воздействием глубокого внушения. Как ты уже догадался, речь пойдет о системе образования. Любой из вас уже убил какое-то количество времени на образование. Кто-то уже отмучился, а кто-то еще в процессе. Но любому хоть раз приходила в голову мысль. Какого хера я трачу на это свое время? Причем лучшие годы. Что мне вообще даст знание о столице Бангладеша или умение вычислять косинус? Можно ли как-то монетизировать эту информацию? Скорее всего нет. Дело в том, что с самого рождения мы попадаем в определенную среду с набором внешних факторов. И в тот же момент система пытается поставить человека на свои рельсы. Добропорядочный гражданин должен отучиться в школе, получить специальность и работать до пенсии. А лучше до смерти. На протяжении всего этого увлекательного пути нужно играть по правилам. Платить налоги, брать кредиты, покупать товары, короче, зарабатывать и сразу же тратить. Если нарушать правила, система изолирует тебя от остального общества и лишит части свободы. Сбежать от этого порядка довольно сложно, но попытки все-таки предпринимаются. Люди, уставшие от повсеместных правил, собираются в коммуны и пытаются создать автономию внутри государства. Самым известным примером такой попытки является христиане. Закрытый район почти в самом центре Копенгагена. Все началось в 70-х. Тогда разномастные хипари освоили заброшенную военную территорию и стали продвигать идеи свободы и равенства. Государство предпринимало попытки выселения всей этой бич-бригады вплоть до 2011 года, когда Верховный суд Дании выдал христиане полуавтономный статус, а вместе с ним и возможность выкупить землю у государства. Всего в самопровозглашенном государстве живет около тысячи человек. В основном это всякий креативный класс типа художников и музыкантов. Ну а где креаклы, там и наркомания. В христиане разрешены легкие наркотики, но запрещены автомобили и огнестрельное оружие. Зарабатывает это государство в основном на продаже предметов искусств, которые они там сами и молюют. Ну и на наркоте, которую можно открыто продавать туристам на центральной улице под названием Пушер-стрит. Улица дилера, по-нашему. Другой пример успешной коммуны – немецкий Нидеркауфунген. Там все примерно так же, как у христиане, только зарабатывают они не на травке, а на собственных фермах и производстве. Частная собственность коммуне распространяется только на вещи, которые предназначены исключительно для личного пользования, типа зубная щетка или нижнее белье. Доход общины поступает в общий бюджет, из которого каждый может взять столько денег, сколько ему нужно. И никто не может его остановить. Представители коммуны утверждают, что это система работы, причем на протяжении уже 20 лет. У них нет никакой власти или иерархии. Все вопросы решаются раз в неделю на общем собрании. А при возникновении конфликтных ситуаций участники используют ненасильственные методы общения. Конечно, такие автономные сообщества не нравятся государству, которое старается все контролировать и не давать себе альтернатив. Но в Европе властимущие что-то совсем расслабились и потеряли хватку. Чтобы подобные идеи не возникали в обществе, системой предусмотрен порядок, который при его соблюдении, по идее, должен обеспечить хорошую жизнь гражданина. Начинается все со школы, где в течение 10 лет в голову индивида пытаются всунуть почти все, что известно человечеству. Но с некоторыми исключениями. Например, в школе нужно знать формулы из абстрактной математики. Но никто не учит правам человека и не рассказывает, как работает налоговая или пенсионная система. После школы все хорошие 18-летние мальчики и девочки должны выбрать свою специализацию на всю оставшуюся жизнь. С этим помогают родители, которые жили совсем в другое время и обычно понятия не имеют о современном рынке труда. Например, когда выбор стоял перед моим поколением, все родители хотели, чтобы их дети стали юристами, экономистами или кем-то связанным с добычей нефти и газа. Конечно, после 5 лет обучения рынок был переполнен специалистами по этим профессиям, а некоторые их функции отобрали компьютеры. Другая проблема высшего образования – это исключительная теоретичность. Институты и университеты обучают всему, что косвенно связано с профессией, не давая практических решений и общего представления о самой работе. Таким образом, отдав свои лучшие 15-16 лет образованию и получив диплом, можно так и не понимать, что конкретно нужно делать в своей специальности. Ну а столкнувшись с реальным поиском рабочего места, совсем опечалится. Поэтому, чтобы иметь реальное представление о востребованных специальностях, рабочем процессе и профессиях ближайшего будущего, нужно общаться с практикующими экспертами. Для этого мы рекомендуем бесплатный онлайн-марафон от наших старых друзей «Скиллбокс». Это уже второй аттракцион невиданной щедрости от них, про который мы рассказываем. В первый раз было множество положительных отзывов от вас, и вот ребята решили повторить опыт, но уже с другой программой. Основной упор будет сделан на три профессии – веб-дизайн, интернет-маркетинг и программирование. 1 августа – начало онлайн-мастер-класса. Всего он идет 4 недели, и ничего за него платить не надо. Надо только зарегаться по ссылке в описании. Подойдет программа людям, которые либо стоят перед выбором профессии, либо хотят поменять специальность, ну и тем, кто просто хочет шарить в том, что вообще на рынке труда сейчас происходит. А то работать придется еще... Ой, как долго. Главное умение, которое должен воспитать в себе человек, это критическое мышление. Вся информация должна анализироваться личностью, а не слепо приниматься на веру. Тогда никакая система не страшна. Лайк, коммент, репост, если, конечно, ты сам этого хочешь. Пока.